Виктор Николаевич, генеральный штаб Украины сообщает, что вооруженные силы Украины жестко подавили попытку наступления врага на славянском направлении. Также там большой объем информации. Я хочу попросить вас дать оценку картины боевых действий дня сегодняшнего. Ну, продолжается попытка агрессора выйти на границы. Они выполнили часть своей задачи. То есть они фактически оккупировали Луганскую область, вышли на административные границы, хотя не полностью. Там еще есть какие-то частички, где идут в оппозиционные бои. Но основная задача остается на три города. Это Славян, это Краматорск, Бахмут. Это те города, которые у них постоянно на слуху, и они на слуху у нас. И вот эти наступательные действия исключительно пытаются именно выйти на решение вот этих своих оперативных задач. Проблема в агрессорах очень простая. У них нет тех мощных созданных кулаков штурмовых, которые были полностью уничтожены фактически нашими войсками в Северодонецке и в Исачанске. За подсчетами экспертов они потеряли около пяти тысяч человек. Это только уничтоженных смертей в этих городах. Сколько было ранено, сколько было потеряно техники. И что там на самом деле происходило с их подразделениями, вообще даже я не хочу про это думать. И поэтому даже Путин во время доклада ШАИУ сказал, что вот давайте дадим отдохнуть им подразделениям. Там нечего отдыхать. Там меньше 30% в некоторых подразделениях осталось личного состава. Поэтому у них очень большая проблема. Они сейчас пытаются ее восполнить любыми способами. Реально начинают подтягивать какие-то части с глубин России. И появляются вообще экзотические какие-то подразделения, чуть ли не с Курил. С Дальнего Востока подтягиваются подразделения. То есть очень большая проблема. И меня просто, я не говорю, что рассмешило. Все-таки надо все серьезно воспринимать. Но сегодняшняя речь Путина насчет того, что мы еще даже не начинали войну, это, конечно, очень жестко. Я даже не представляю себе, на кого это было рассчитано и что на самом деле они будут пытаться говорить еще буквально через месяц. Те мобилизационные резервы, которые они пытаются вытянуть с оккупированных территорий, причем уже даже на территории Херсонской и Запорожской областей, то я, кстати, не представляю качество этих людей и мотивацию их участия, бывшие граждане Украины, которые буквально несколько месяцев назад еще проживали мирной жизнью, одеть какую-то форму, дать автоматы, сказать, что надо идти вперед, какая мотивация к боям. Субтитры создавал DimaTorzok